сегодня среда вот такая наша легенда комби с форточками с поликарбонатом со стеклом да рекомендую всем вот про затеняющую сетку тоже снаружи поставить у нас снимать опускать а в основном мы делаем вот затеняющую шторку раз на южной стороне 2 она магнитиках тут магнитика видимо не хватило можно натянуть вот так же трос в основном тут спрашивает натягивается трос и на него в два слоя перекидывается в этот укровной материал и получается типа шторки мощно очень красиво здесь я ничего не так просто моно магнитиках повесишь поэтому вся эта сетка то что с на улице это все фуиня главное в теплице правительство но не в этом суть сейчас я вам расскажу про капельный полив как его обслуживать и как чтобы он вас работал оставят бочки бочки две бочки по 500 литров и обычный капельный полив паучок самый легкий и доступный по цене и по простоте контролер стоит смотрите если у вас стоит контролер вам нужно проверить перед сезоном его работоспособность то есть смотрите сейчас идет выключится сейчас можно водичкой даже полить он быстрее сработал самого глубже когда засовываешь там важно смотрите вот вы пришли в теплицу у вас выключен контролер то есть там влажные как бы приехали для например если вы к дачнике выходом как мы нужно проверить работает ли у вас капельница вы просто вилочку из земли вытащили капельный полив включился вода пошла вот такая капельница просто сдергиваете шлангчик если вода идет все и выборочно я вот сейчас минута россия на стола я все проверил вот бывает что засоряются дальше выключился засоряется здесь я специально оставил одну где засорила в чем заключается засор на трубопроводе который вы прокладываете в котором идет вода магистраль вот такой тройник эти вода не идет с него почему а потому что вот здесь вот вот в этом месте сейчас она закрылась очень маленькие дырочки очень маленькие дырочки которые бывают все равно раз вытащили на дыше тройник открыл эти в проводе за идет здесь не идет то есть два варианта моем и ртом не дуется знаете что мы делаем мы берем проволочку типа вот такой вот я нашел и чистим легким движением руки бамс туда в общем прочистили в основном засоряется угловой вот этот жипплёр в бок который уходит я делаю вот так вот проще это перегнул это в рот тяжко если не получается так то надо вот этот шланчик сдергивать и труб и любым проволочкой прочистить и все у вас вода побежит потом обратно вставляем сюда же старое место вот видите не бежит не бежит значит там грязь забита сейчас надо сдергивать и все это дело вот этот тройничок почистить чтобы у вас было всего так красиво ведь поэтому обслуживание любой вещи надо делать постоянно ну-ка юльку держи-ка держи-ка держи так вот это сейчас буду делать смотрите сдергивать шланги берете ручку и вот так вот чистить так не сыпем ухом не понятно видите грязь заметили вышло сколько грязи это вот вода хоть стоит даже фильтра и так далее все это ерунда все равно вода летом цветет и им костях грязь у нас даже чё завелось она тут раз как они называются или помнишь в душу то не слизни гусениц такое там столько гусениц было потом обратно вставляем все видите все работает все бежит одеваем наконечник и под кустик под какой кустик от под этот кустик раз и вот этот вот кустик два все готово и проволочку память сохранить надо будет спрятать на следующий год выключаем надо будет спрятать на следующий год